друзья всем привет сегодня ковыряем вот такой вот автомобиль ягуарчик он новенький некоторое время там использовался и на этих мойках человек хочет короче защитить кузов будет делаться полировка легкая полировка потому что кузов еще благо целый наносится керамика не ошибаюсь защищаться стекла тоже керамикой и обрабатываться диски будут мыться диски будут наноситься на них керамика интересная работка много масштабной керамики и сейчас начнем с того что автомобиль вымыть вымыть с шампунем и теперь его надо обработать от грязи правильная обработка выглядит следующим образом это пластилин глина кто как называет но это один из видов глины который не в комочки выглядит а в как бы губки наносится шампун что-то мылящие грубо говоря смазка лубрикант и спокойно со всего кузова по всему кузову проходим снимаем загрязнения она их как бы сдирает некоторые делают это наждачкой наждачкой сами понимаете потом выполировывать рисочку это фиговина ничего плохого не делать и после нее в принципе можно просто очистить кузов и никаких не царапин ничего не будет офигенно снимает загрязнения всякие мушки которые не можем отмыть щетками она счищает после мойки хорошая сушка продувка всех щелей лючков каналов чтобы тут было как можно меньше воды но на один хрен еще собирается потому что вода нам тут в принципе не нужно оклеиваем молдинги то что на них как поналипает они хоть и глянцевые ну блин лучше их не трогать резинки резинки на дверях чтобы туда ничего не попадало и полируем борт уже тут подполирован не тронут только заднее крыло машина в принципе не пошатанная дверь уже выполнирована крыло еще нет вот дверь вот крыло буквально чуть-чуть присутствует легенькая легенькая такая рисочка вообще еле-еле ну ее убираем и все убираем оранжевым кругом на обычной орбиталке вот тут написаны обороты и был вопрос на каких оборотах там крутишь машинку паста там написано сейчас мы все посмотрим на самой машинке 6 всего позиций вот я сейчас до полировал плоскость на бампере вот эту пустоту у меня стоит почти пятерка то есть это где-то 1700 оборотов получается там где большие полигоны такие как капоты допустим где есть место разогнаться вообще выкручиваем на максимум мы шпарим прогреваем то есть чем быстрее мы прогреваем тем быстрее мы спали роль главное само собой нет не переусердствовать не перегреть по постам это честно скажу не разглядывал профессии на посту сейчас посмотрим если тут рекомендации нам полировку глобально тут ничего и нет то есть ничего такого информативного нам не предоставили по поводу машинок чем отличается комплекс от макиты и так далее флекс от макиты отличается производителем макиты это производитель макита флекс это производитель флекс между обычными дешманскими вот этими отличие конечно в эргономике удобстве работы и самое главное надежности но круговые движения на орбите здесь орбиталки такие же как и обычные болгарки будут одно только что мощность тут больше обороты тут стабильные чем у каких-то дешевых болгарок ну само собой длительность работы на не так сильно греется как дешман и всякое такое так полирует полировать будем в один заход голограмму на белом оставить в принципе невозможно поэтому я думаю смысла проходить еще чем-то нету потом это все дело обезжириться разберемся с керамикой что почем и что для чего ну и более детально посмотрим на керамику и надеюсь витя нам это подскажет расскажет потому что это керамике наносим пасту пасы наносить как бы глобально много смысла не имеет надо привыкнуть каждым постам сколько чего супер нанес чуть больше потому что у меня круг почищен он сухой поэтому надо так чуть-чуть смочить круг раз стираем обязательно разносим все по поверхности и только потом включаем малые обороты на машинке ни в коем случае не сразу высокий потому что мы тупо будем прижигать полировочную пасту в поверхности и потом ее придется плевать там мочить водой чтобы смыть это тупо неудобно поэтому выкручиваем на единицу на минимум и на малых оборотах это самые малые обороты растираем пасту по всей сразу по всей зоне которую планируем полировать сейчас повысим ее сразу в принципе до четверки выше чем 4 подниматься не буду потому что много ребер много изгибов у меня просто будет рвать машинку в руках и кидать ее и наша задача равномерно прогревать вот я сейчас тут покажу что такое прижглась паста у меня из-за края вывернуло комочек пасты который я с багажника туда закинул и она припалилась вот тоже за края скотча заворачиваться и все паста прилипла сейчас я сюда полируюсь и ему покажу именно поэтому не то что нельзя они рекомендуют сразу включать высокие обороты нам надо равномерно распределить пасту по поверхности показывают этот участок вот паста я только что тут полировал еще раз прошелся она не смог не стирается и вот кусочек остался небольшой но он есть за ногтем что надо сделать чтобы их убрать надо взять влажную тряпку плюми то не знаю на нее взять спирт и только таким образом мы сможем вытереть пасту вот поэтому надо сначала растереть все равномерно по поверхности теперь вытираем микрофиброй в идеале чисто ее содержать иначе мы можем тупо царапать все что сделали и можно будет уже снимать скотч чтобы повыдувать из-под скотча все что туда попало обезжирить все нормально и готовиться к нано так теперь добираемся до ручек и просили показать что это было в кадре что полировал витя в ручках тогда это такая штука авто 30 стоит 150 долларов примерно плюс минус это набор в котором есть куча 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 всяких кругов на штифтах одетых разные по жесткости само собой разные по форме и так далее то есть это все нужно для полировки в разных трудодоступных местах ну короче для детейлинг полировки там где-то в салоне что-то вот этим кружком полировали его уже чуть-чуть подушатали но еще сейчас он поработает это гибкий вал накручивается прямо на ось машинки снимаем переходник накручиваем на машинку и получаем вот такую вращающуюся маленькую штуку которая удобно подлезть внутри ручек все той же пастой круги по жесткости подбираем самостоятельно включаем машинку на не такие уж высокие обороты я вам сейчас еще тут очень интересно покажу приехал w60 бюро еще один блогер московский чувак который офигенно клеит пленки вот они сейчас аудюху отклеили вместе с витей это именно человек плоттер вот он он фигачит так что вот подойти и сказать что машина в пленке в принципе нереально аудюшка такая борзая вот этот тазик в пленке уже то есть из того что в пленке можно сказать только подойдя в упор и тыкая пальцами именно вот тут туда куда куда надо знать куда ткнуть а так вот не умеет человек делать вообще прям 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 все да все плохо дай бог что все так не умели до гриша ты ты же москве обучение не проводишь да ты только на выездах приезжаешь я уже отучил несколько людей на самом деле просто если человек мне нравится то понятно индивидуальный подход а ты наркоманишь да потихо я честно говоря и по громкому наркоманию оп этот когда руки из жопы если воду нормально выгнать не можешь приходится колоть вообще это хороший способ подсадить клиента сама будет ехать один себе один один клиент 1 себе работа этот звук как у кастрюли один в один владелец автомобиля вообще круто на самом деле вот все кантики все подвел и даже не а вон он он вон он подвернутый кантик туда тут под резиночку зашли ну красиво сделано мне прям нравится кузов чуть-чуть передвинут на подъемник теперь делаем на нужно будет делать на 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 кузов керамику керамику на стекла и легкую керамику на диске на диске она будет чуть неправильно носиться потому что они не будут сниматься по времени не успеваем надо отдавать машину быстрее ну так начальство сказала так значит будем делать так керамика тут три слоя будет делаться два слоя десятки это та которая защитная и один слой восьмерки это та которая основа гидрофобная все обезжирено спиртовым раствором 20 процентов с 80 воды 20 процентов спирта этилового метилового бутилового спирта короче не знаю не то что пьют алкоголики подготовлен аппликатор на него будем сейчас десяточку наносить я буду носить а пацаны будет растирать так как они будут растирать не совсем конечно идеально правильно но тем не менее у меня выбора нет иначе я по скорости просто один не успею они будут не просто растирать они не будут как бы выдирать смачиваем аппликатор хорошо готов ради я не спеша наношу на один элемент тут есть как бы до минуты в принципе он попросил не быстро потому что я ему позапрошлый раз слишком быстро дал разгон он просто хренел за мной бегать если я сейчас ее равномерно нанес он за мной будет идти ее равномерно растирать его отлично фонарик принес и одно как бы из того что но что не совсем правильно делать он просто очень сильно втирает прям ну фактически издирает надо первый слой проходить и расподоровывать а уже вторым слоем размазывать а уже вторым слоем расподоровывать фонарик он конечно поставил удачно я его сейчас перестану дабы было видно улучшить раму с обстановкой пришел второе и нам еще вдвоем будет короче делать и вот так вот что делать офигенно потому что быстро новичка и все дела справедливо одному с такими объемами то есть целиком с дверью просто не справиться ее по-любому придется на сектора делить но опять же, тут у них требованные они такие интересные они как бы не сильно напрягаются по поводу того, как будет выполнена работа главное, что слово керамика присутствует значит все сделано уже изначально хорошо вообще должна быть идеальная чистота лучше вариант это делать в камере покрасочной чтобы ни пыль, ни открытые двери сквозняк тут гуляет, курящие, ходящие этого быть не должно я сейчас наношу первый слой пока мы пройдем по кругу с ним пройдет где-то минут 15 и в принципе, поскольку тут тепло можно будет наносить следом этих второй слой вот этой десятки и минут потом через 30 наносить восьмерку блин, десятка прямо жирная я вот 4 капельки каплю и она растягивается обалденно так, чириком закончили в принципе носить два слоя оно уже так офигенно в принципе блестит хороший такой прям толстый блеск как будто это в принципе по толщине примерно равняется одному слой лака то есть микрон где-то 20-25 нанесли точно теперь восьмерка это по сути ну такой защитный гидрофобный чтобы водичка там стекала она со временем то есть смоется а у десяточка она потолще и покрепче это именно защита от царапин на мойке то есть восьмерку периодически можно обновлять и десятка этих двух слоев на год машине хватит за глаза конечно в таких условиях сложновато но будем делать как-то пытаться сейчас наносим керамику крайтекс на стекло по инструкции каждого очистить очистили чистой микрофиброй со спиртосодержащим средством все круто теперь наносим ее но ее не сразу растирать надо а оставить на полчаса и потом располировать чистой микрофиброй ой она прям засыхает так схватывается на стекле одно но что все должно быть сухое все торцы все края должны быть полностью сухими жаль Витя уехал он работал этим крайтексом он знает как оно я же как-то чуть-чуть постребываюсь чтобы все получилось ну попробуем по крайней мере инструкцию прочитал вроде ничего там супер военного нету оно какое-то такое мутноватое смотрится мы будем распоряжать потом так наносим теперь нано 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 на диски это вот такая вот керамика мега ринс он нанесен в принципе все то же самое как и на кузове но тут удобнее наносить с пистолета ее потому что ну просто удобнее аппликатором гораздо дольше расход конечно с пистолета больше раза в два наверное но быстрее тут все по времени машина уже ехать должна у нас четыре диска они снимали помыли внутри ну так протерли я снаружи алкоголем обезжирил их протер и теперь можно наносить и сразу растирать то есть тонкий слой и растираем небольшое давление факел укручиваем в принципе в точку и надо выставить малую подачу потому что я мыл пистолетом их не умеют тут мыть он был тупо весь засран нанесли со всех сторон и сразу сразу аккуратно располировывать это так прям сказать что дико классная какая-то обработка но честно из-за того что все очень быстро и диски нормально не вымыты то есть внутри в болтах ничего не вычищено это так грязь чтобы на первых двух мойках нормально отскочила именно от наружной части и чуть-чуть изначально прямо сейчас дало блеск все все остальное именно в этом случае это тупая трата денег но тем не менее клиент эту цену получится прошло даже чуть больше пока там другие стекла сделать диски довалил пробуем чистая новая микрофибра пробуем растирать я не знаю конечно что оно там на стекло да ложь ну как-то оно стирается прямо слишком хорошо ну как я не знаю на уровне может химии какой-то там процесс выходит но не в курсах в общем можно вода просто лучше будет стекать но опять же сразу пробовать нельзя надо дать ему полностью полностью высохнуть потом уже ну я уже не вижу потому что машина буквально сейчас уезжает давайте сразу посмотрим что тут по общему результату то есть два слоя керамики полировка одним кругом два слоя керамики десятки один слой восьмерки на стекло керамика на диски керамика но диски заблестели сразу как будто их только только идеально вымыли и в принципе все заняла эта машина вдвоем ну как полтора человека скажем так делала с 10 утра до сейчас у нас 5 вечера в принципе не сильно напрягаясь но тем не менее от нее мы не отходили ягуарчик так получился ничего и в принципе защита от этих моек на полгода ему обеспечена потому что тут довольно таки жестко моют машины их тупо не щадят прямо щетками в тупую фигачат я считаю что это не есть правильно не есть хорошо но как есть короче вдвоем машины в принципе за день можно полностью подготовить если от нее не отходить вдвоем если нормально реально валить тазик то полная полировка нормальными тремя кругами обработка керамикой защита дисков стекол за целый день имея опыт уложиться можно по поводу керамики всего остального жаль что видите уже ушел но я его попросил чтобы на своем канале как у него там появится возможность потому что они сейчас с джурой тянут машины приехал WSXT бро учить ну я показывал на той машине на улице она стояла учить пленками ребят работают поэтому они сейчас конкретно валят пленками но Витя пообещал он сделает обзор на керамику потому что я в ней не силен я понял что с чем работает ну допустим стекла я первый раз обрабатывал диски до этого делал тут есть для резины то есть большой очень выбор об этом и мне будет интересно посмотреть послушать также он и пообещал сделать обзоры на коххимии объясню почему коххимии пасты полировочные хуже чем линзерна почему они так работают ну и тут еще химии кучи в общем есть и есть о чем посмотреть надеюсь он не будет затягивать с видосами и мы сможем более подробно о чем то узнать ну а также так же будем просто смотреть как оно работает и попытаемся может сделать какой то тест если машина какая то останется хотя бы дня на два зависит как вода стекает и все остальное потому что сейчас пробовать еще рано если есть вопросы в комментариях задаем я вроде быстро отвечаю на них стараюсь быстро отвечать Витя подключится поотвечает на ваши вопросы те которые я молчу ну и работаем а кстати да еще будет чуть-чуть еще будет пдр на канале потому что я одну половину меня буду пдрить в другом месте а другую половину меня буду здесь работать на этом все всем спасибо за внимание пока не знаю я